А перед тем, как вы посмотрите наш новый ролик, мы хотим вам сказать, что в нашем ВК-сообществе выходит много крутого контента. Поэтому переходите по ссылке в описании. И смотри наши ролики эксклюзивно в ВК-видео. А теперь к видосу. Всем привет! Вы на канале... СУМЕЮ ПАУС! Вы на канале... СУМЕЮ ПАУС! И сегодня мы будем снимать классное шоу «Я никогда не», чтобы узнать друг друга получше. И я, конечно же, прекрасный ведущий, сегодня на гостях. Давид Фаровский, Жека Лизагуб и... Давай-давай-давай. Если не смешно, я ухожу прямо сейчас. Скажи так, Аслан... Аслан Шукашака Хайпхаус. Нет, Аслан... Скажи, Аслан Сонный. Аслан Сонный? Да. Паралич. Так, смотрите, я сейчас вам буду задавать вопросы. Например, вы когда-нибудь рисовали на стене? Было, значит рисовали. Если не было, значит не рисовали. И так мы узнаем друг друга получше. Верно. Вопрос. Вы когда-нибудь воровали? Я еще и попрошайничал, кстати. Реально? Да, реально попрошайничал один раз. Попрошайничал? Да, да, да. Я стадиану попрошайничал. Я стадиану попрошайничал. Слышно? Нет, нет, я лет в пять, короче, пошел возле магазина. Рода один. И вот так. Я вот так с другом вот так стоял около магазина. А потом мама типа узнала, и мне таких потом реально пошили в дом. С мамой говорила, все в дом, все в дом. Ты сегодня выходишь на смену? Я, наверное... Ты не попрошайничал? Нет, я вот честно скажу, я лет до пятнадцати, до тринадцати, до четырнадцати лет сто худого мог. Так у меня не хватает на машутку. Я говорю, сидите, пожалуйста, у вас не будет десять рублей. Я бы не сказал, что я с золотой ложкой типа в жопе родился, но у меня была такая тема, я лучше не буду просить денег, какие-то такие принципы и пойду пешком. А насчет воровства, я даже когда у брата хотел из копилки десять рублей украсть, мне стало настолько стыдно, я чуть не расплакался и положил обратно. Я у родителей, типа, у близких не воровал. Я воровал. Я в магазин мог зайти, типа, вижу, жвачка криво лежит, вот прям реально вот она, типа, там не видела. Я помню ни разу. Я помню, я захожу в магазин, реально, вот так лежат сухарики, я прям, какое-то было зло, я просто захожу так, прям там, я прям там их разорвал. Честно, они рассыпались, то что чуть осталось и взял, выбежал. А я думаю, ты брал сухарики на кассе. Дай, 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 дай. Для меня другой мир. Вы когда-нибудь бросали по переписке? На самом деле много. У меня даже была такая история, когда я в 12 лет встречался с девушкой, потом встретил другую, познакомился с ней в Леонардо да Винчике, начал гулять. Сижу, на меня уже та девочка, новая девочка, ногу вот так положила и хочет поцеловать, такая, типа, давай поцелуемся. Я такой, я не могу, открываю ватсап и пишу своей девушке то, что нам нужно расстаться и заблокирую ее просто, все. Я один раз бросала по переписке. Но это жестко, я такой дебил был, я такой дебил. Это было в 14 лет. А у меня тоже было постоянно, реально, вот особенно в школе. Никогда не бросал по переписке. Меня миллиард раз, а вот, типа, я кого-то не я ни разу. А тебя бросали по переписке? Да, много раз. Как это? Ну, типа, ты понимаешь, что человек тебя вообще не любит, не ценит. Он не может найти вживую, типа, сил, чтобы встретиться с тобой. Не, ну это реально, это на самом деле много сил. Это очень, да, это было давно, типа, вот, первые, типа, по этому эпоху вообще. Вы когда-нибудь завидовали другу-блогеру? Прям другу, наверное, нет. Реально не было? Я просто много раз уже говорил про эту зависть. Тут на самом деле, типа, ничего интересного, нет, просто не было, типа. У меня не было, потому что я очень мало людей считаю друзьями. И поэтому друзьям я своим, ну, не могу завидовать. Я к ним только хорошие чувства, спектры, и испытываю. Ты их, типа, поддерживать должен, да? Да, да, да. Как-то странно, да, друзьям, типа, завидовать? У меня их и так, б***ь, три. Ты, наоборот, типа, рад, когда, короче, ты причастен к этому. Да, да. Ты не завид... Вот, допустим, не знаю, я под чей-то звук снял, под мой сняли, это все. Я, типа, благодарен, и это круто. Мне друзьям как-то странно, реально, завидовать. Это же как-то, типа, негатив какой-то лишний. Ты же учил мне друзей, наверное. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь уводили девушку? Реально? Ты уводил у кого-то девушку? Что? Охереть. Да, лет в 11. Ну, ладно, не 11, но 14. Как он стелит? У меня было очень много девочек, вот. И я к ним в детстве очень плохо относился, правда. Чего, не было никогда? Да, это, знаешь, типа, когда товар не пришел, докажите, что товар не пришел. И ты фоткаешь квартиру, а сейчас нет товара. А у вас нет такого, что, допустим, вам девочка, типа, нравится, а потом вы узнаете, что у него парень есть, и вы такие, все, типа, уже не нравится. Нет, у меня было так с мальчиком. У меня, знаешь, такого не было? У меня такого уводили, типа, именно девушку. Реально? Реально? Да, да, да. Ром, это был я, брат. На конец выпуска вообще плакать. Это было так давно, короче. Это была моя самая первая девушка, и мы с ней расстались просто так, то, что я говорю, а чего мы там, ну, разговариваем, нет? Она такая, подожди, Жень, мы же расстались. В этот же день вечером прям иду, ну, по улице, и она едет в машине там с уже новым парнем. Реально? Да, да, да. Как в фильме? Да, да, да. У меня была тоже одна классика, которая мне нравилась, и она встречалась с чулом, она с ним рассталась, и я сразу же, бфу, на бой. Да, и все. Но когда в отношениях, я не лез, типа, когда... Да, да. Я вот очень сильно любил очень сильные чувства, и просто не мог видеть, как в чьих-то руках мое солнце страдает. У меня было такое то, что мне, например, там нравится мальчик, и у него, типа, есть девушка, а потом я это узнаю, и он мне уже не нравится, а он с ней расстался, и я ему начала нравиться. Вы когда-нибудь попадали в аварию? Ой, сто раз было. Ну ладно, не сто раз, а очень много раз. Я, кстати, первый раз в жизни с тобой попал в аварию. Вот, это первая моя авария в жизни. В аварию никогда. Я, короче, первый раз попала в ролики уже не в аварию, потом я попала в Энгельсе в аварию летом, и потом попала в ролики опять у тебя. Я просто ехал куда-то в офис, почти подъезжаю к Москву-сити, просто еду-еду, и слышу такой звук. Ну, и я чуть-чуть такой, ай. И я вышел, попал в аварию. Но одна была жесткая, когда машина даже не вылечилась, но был прикол в том, что еду. Папа, мама, я бывшая, типа, девочка, с кем я там встречался. Вот, и мы едем, типа, а я еду посередине. И мы когда разворачивались, у нас влетел КамАЗ, короче. Ахерик. И мы вот так, все, и страссы вылетели, вот так вот, все, бам. Все в ахере, я сижу, у меня вообще ни одной царапины. Но у меня страх на всю жизнь зато был. Все, теперь, я теперь вообще не хочу водить и ездить. Вы когда-нибудь изменяли? Оу, шит. Ес, ес, ес. Вот так покажи. Я, типа, не могу однозначно сказать. Типа, вот у нас, допустим, с девочкой, типа, были мутки, но мы не встречались, как бы, особо. И потом, в моменте, я просто с другой девочкой поцеловался. Ну, это как, это считается? Это не было. Вы не встречались. Если бы ты с ней встречался, то да. Прикиньте, моя первая измена, вот как раз, в 12-13 лет, когда я вот с той девочкой сидел нога на ноге. Я как бы расстался, но в таком возрасте, типа, когда тебе 11-12-13 лет, если на тебя уже девочка ногу положила, или вы обнялись, это уже значит что-то большее, чем просто друзья. И поэтому я считаю, что это измена. Я по уродски поступил и взял еще и расстался, и начал целоваться с ней. Встречался, да, и изменил. То есть, просто вот именно поцеловался с другой и все такое. А потом понял то, что, Риман, вот это, с кем я поцеловался, она мне вообще, типа, голову вскружила. И она мне даже не нравилась. Я не знаю, как это объяснить. У меня то же самое. Типа, она тебе даже не нравится. Да, я с той девчонкой расстался, прикиньте. Я изменил своей девушке, начал встречаться с новой девчонкой, и с новой девчонкой через пару месяцев расстался из-за того, что она просто постриглась. Я сказал, ты мне больше не нравишься и расстался. Я в детстве, правда, тварью был, извините меня. Не, ну, короче, да, я тоже повзрослел, я больше с этого момента никогда не делал, потому что это большой урок. Я не хочу испытывать эти чувства и не хочу изменять. Вот. И вы тоже не изменяйте. Вы когда-нибудь кого-то булили? Да, конечно. В классе, Еман. Блин, да, в классе. В классе я тварью был, реально. Мне один раз, короче, в классе настолько забулил человека, пока что он орет и говорит, я буду президентом и вас посажу. Я буду... В каждом классе... Он брал метра, блин. Он брал парты вот так. Да. Да. Я сюда как их поднимал. В каждом классе есть тот самый громил. Ну, смотрите, у меня шрам есть. Видите точку здесь? Он вот этот типок берет, вот так, вот я сижу вот за партой, да, вот, вот так. Он так просто развирается. Наберутся так карандаш. Я без рофла говорю. Он просто стал президентом. Мне постоянно, типа, протыкали колготки. Вот, вот. Постоянно что-то на стул накладывали, жевач есть, у меня потом юбка была. Это и есть булин. Но у нас был громилов в классе. Реально у вас тонн? Я еще с ним сидела два года. А он тоже вонял у тебя? Да. Он еще постоянно рыгал и пердел. Жалко таких людей. Но такие люди обычно потом становятся миллиардерами, поэтому надо с ними дружать. Они даже общаться с людьми не умеют. Если их бурят в школе, их бурят везде. Я не осуждаю таких людей, но просто есть специалисты, которые могут помогать и разбираться. Все проблемы решаются. Вот, если бы мы сейчас попали в школу, как вы думаете, мы бы булили кого-нибудь? Вот, если бы я сейчас, я бы вообще никого не трогал. Я бы тоже никого не трогал. Я бы такой... Смотрите, можно уроков на съемке. Вы когда-нибудь раскрывали чужую тайну? Блин, у меня женская интересная история. Сейчас, сейчас. Короче, я в восьмом классе встречался с одиннадцатиклассницей. У меня была такая история. Я, короче, я, типа, не рассказывал никому особо. Но у меня была близкая подруга в классе. Я ей как-то рассказал, типа, я ей секретик. Она мне секретик. Все, забыли. Потом проходит неделя, я сижу в классе, и все вот так вот на меня приглядывают, типа. Вот так вот, типа, все. А потом я такой понимаю. Я у нее спрашиваю прямо в классе, она уроки такой, ты что всем, типа, этот. Я понял, что она всем рассказала, и я ее секрет при всем классе рассказал тоже. И она просто разрыдалась и ушла. Охренеть. Ну, это один-один, согласитесь? Ну, да, да. Не, просто зачем ты девочку обидел? То, что это один-один, я согласен, но то, что хорошо ли это, вот тут уже я не совсем... Плохо поступил тот, кто первый, типа, рассказал. Если сейчас так рассуждать, когда уже повзрослее, даже если рассказать твой секрет, ты просто перестаешь общаться с этим человеком и делаешь ему взамен плохо. Если чел, ну, типа, рассказал мой секрет, и мы перестали общаться, разругались, а есть искушение, типа, допустим, какая-то ситуация, я могу рассказать его секрет. Я не хочу это делать, это не надо, это с ним пусть будет. А то, что было, стопудово было в младших классах. Вы когда-нибудь кричали на родителей? Блин, да, мамочка, папочка, пожалуйста. Блин, ну я ссорился с ним. Ну, типа, знаешь, конечно, я прямо лорал, типа. Мама, иди кушать. ЩАС! Вот такое тоже. Не, ну это, типа... Не, я понял, про что это было. Блин, у нас по-любому было, но я просто не помню такого, типа. Сори, да, повышался. Мне тоже было. Ребята, прямо сейчас пойдите и обнимите свою маму. И папам. Вот. Потому что она, знаете, что она у вас одна, и не стоит на нее кричать. А даже если кричите, иногда хоть вот просто вспомните и тоже подумайте о том, что им тоже нужна любовь. А я потом подходил к маме и извинялся, типа. Да. Обнимал ее, такой мам. Я всегда капец, как любил извинять. Ну, я такой, блин, и жил. Любил извиняться. Да, я сразу любил. Ну, я типа, все, извини, извини, извини. Да. Вы когда-нибудь дрались? Ой, да. У меня есть история, короче. Я на футболе. Я, то есть, вообще никогда не дрался. Я не умею, я не хочу, мне это не надо. По-честному, мне страшно, типа. Я сажу на футбол, и меня задевает постоянно какой-то вот из команды чел. Типа, он меня обзывает, он меня буллит, и он меня называл все время вот так. Эй, тушканчик. И, то есть, ну, я, чтобы кого-то ударить, нет. И вот в какой-то момент, то ли у меня плохое настроение, то ли еще что-то, я закрываю дверь в футболе, и он издалека орет это. Я быстро закрываю и начинаю его догонять, короче. Я вот так вот пытаюсь догнать, это было единственный раз в жизни, когда я первый ударил человека, и больше я этого не делал никогда. Я просто его ударил, вот, и он упал. На следующий день мне позвонили, то, что у него сотрясение, короче, мозга, сотрясение всего. Да ладно? Типа, да. И я тогда очень сильно испугался, что я мог, типа, жизнь человека, и я с этого научился очень, и после этого я не захотел ни с кем драться, типа, и вот биться, вот такая тема. И меня тоже били, типа, я помню. На какую-то девочку что-то сказал, прикол, ага, да она дура, да она то. Приходит ее парня, играя в баскет. Он такой, привет, типа, я говорю, здорово. Он говорит, ты говорил это? Я говорю, да, отвечаешь за свои слова? Да, и просто раз бах, и я отвечаю. Он мне, ну, вшатал я там, все, и я вырубился, типа. Я вот так пока стою, вот так, он уже просто уходит. В первом классе была ситуация, что мне мальчик ударил в лицо. Что? В пятом классе на физре, если кто-нибудь там упадет случайно, потом начинает просто в живот с ноги вот так вот бить. Что? У нас не было такого с девочками. У меня было такое. Я, наверное, в первый раз подрался. В три? Наверное, вот, четыре года. Я почти угадал, ребят. И что, кто? Четыре года, но я в три года пошел на боевые искусства. Один раз, точнее, я переехал в пятом классе, и там был один чел, короче. Ну, я был новенький, и там был один тип, короче, и мы с ним подрались как-то. И мы несколько раз, короче, на неделе могли драться. Я вот вышел с уроку в туалет, да, типа, отойти. Вижу его, ни слова не говорим, подходим к другу и просто... А сколько тебе лет? И потом такие вместе, класс такие. А сколько лет было, бро? В каком классе? Лет одиннадцать, где ты пятый класс. А, ну да, и просто... У вас не было такого типа, что у вас в классе били девочек? Да нет. Ничего не было. Нет, у меня было только случай, когда в восьмом или девятом классе у нас одна девочка, но я считаю, что тут девочка была не права. Девочка бесила одного пацана и постоянно обзывала его мамой. Она это прям, вот серьезно, на ссоре, на пике ссоры, она говорила, я твою маму сейчас это, я твою маму сейчас это. И он прям расплакался, прям пошел в истерику и уже пошел с ней драться. Вот, но его вовремя остановили пацаны и все. Ну тут, кстати, были такие... Ну тут, да, типа, окей. У нас, кстати, были такие девочки, которые прям дрались с пацанами. Прям, знаешь, такие боевые, типа. Вы когда-нибудь были влюблены в парня или девушку своего друга-подруги? Сейчас я буду вспоминать. У меня принципы таганрогские не позволяют. Таганрог. Типа, даже если мне она нравилась, но с ней начинает встречаться мой друг или что-то такое происходит, она для меня сразу становится как сестра. Она мой союзник, а не мой партнер. А ты же говорил в ролике, что у тебя было такое. Да не, не было. Детектор лжи. Он такой говорит, типа, не, не было. И красный свет. Это пацанская солидарность, пацаны. Давайте общий. Я же говорил, что мне не нравятся девочки, которые, типа, они в отношениях, то они мне разонравливаются сразу. А если тем более это друг, то это вообще пипец, конечно. Мне тоже никогда не нравился, кстати, парень, мои подруги и так далее. То есть меня тоже вот так вот челкало, и все, я к нему никак не относилась. Вы когда-нибудь лгали о своем возрасте? О, да, да. Да, знаешь, я, короче, раньше играл же в игры, где-то лет с 8 играю в компьютер, играл, и я, типа, постоянно там сидел по скайпу разговаривал, типа, с пацанами. И там пацаны были лет 15-16, там, намного старше меня. Блин, девки, это у меня голос такой просто. А тебе сколько было? Мне было 10 лет. Не, я помню, я даже анкету в дайвинчике себе ставил, типа, мне 16 лет. Вы когда-нибудь попадали в полицию? Были в полиции? Да много. Никогда в жизни. Выкиньте ни разу. Я в ток раз попадал в полицию из-за того, что я колонку, короче, вытаскивал на Арбат. Ухренеть. Я вынес колонку, а мне 17 лет. Мы танцуем в 3 часа ночи, вызвали полицию, типа, и они такие, что происходит? Давайте, типа, все, к нам. Время 3 часа ночи, комендантский час. Тебя могут забрать только родители. А родители в есентуках. Опа. Что происходит? Они мне говорят, сиди в камере. Пока что жди тут. Ну, не в камере, а в зале ждания. Я сижу такой, окей, ладно. Потом они меня заводят в скорую помощь, в машину. Я приезжаю в какую-то больницу. Я прихожу, там такие же ребята. И мне нужно было просто подождать родителей. Но они не смогли прилететь, приходил за Юр. И вышел мой, ну, официальный, типа, опекун. Меня никогда, типа, не привозили. Я тоже никогда. Вы когда-нибудь записывали трек за пять минут? Не-не-не. Честно, за час написано, чтобы вы понимали. 27 миллионов просмотров, это все благодаря вам, чуваки. Кстати, насчет трека за пять минут. Тут фары у нас же. Да, кстати, скоро выходят, чуваки. А когда выходят? 16 февраля. Да, 16 февраля мы уже, короче, приготовили для вас крутую обложку. Там будет нас трое, у нас трек. Вот. Звуки вы снимаете, мы очень рады вы поддерживать. 16 февраля фары на всех площадках. Ребята будете слушать, а мы вас будем радовать. И давать концерты. Уже будем не в четвером, уже будем в пятером. Аслан тоже будет петь фары. Вы когда-нибудь покупали квартиру? Милана. Было! Было! Покупал. Ой, брофи. А нет, было. Было, я туплю, было. А есть сити, игра с сити. Вы когда-нибудь сплетничали про других? В детстве меня очень сильно задевали, там обсирали и говорили обо мне плохо, допустим. У меня вот такое было. И то же самое я мог сказать в лицо человеку. У меня было такое, что мы с подругами типа часто кого-то про кого-то сплетничали, но это было давно. Да, ну у меня было. Вы когда-нибудь красили волосы? Конечно. Это, кстати, мой не настоящий цвет волос. Да, ты говорил, ты темнее красишься. У меня свой, знаешь как, светлее, чем у Давида, я почти блондин, наверное. Я вот, кстати, в Москву переехал и первый раз начал краситься. Я, короче, красил волосы 18 раз. В черный? Ахилетно. Нет, в разные цвета. Блин, можешь осветлить прядку. Вы когда-нибудь пытались вызвать ревность? Конечно, конечно. Смотри, у меня было, знаешь как, типа я такой расстался с девчонкой, сразу сториз какая-то, с другой девчонкой. Да, да, да. А я наоборот, типа, допустим, я расстался и специально сториз пару дней типа не постил, типа мне тоже грустно. Короче, мне мальчик бросило, потом сториз выкладывало, типа, что я там с подружкой, мне весело. И он всегда смотрел, я такая, все, пусть, типа, ну я не ревность вызывала, типа, что мне хорошо было. На самом деле, я там рыдал. Но я хочу сказать, что это у меня закончилось где-то в лет 18, вот. Я пытался вызвать ревность даже тем, что я в друзья новых девушек добавлял. Вы когда-нибудь влюблялись в кого-то, находясь в отношениях? Да. Да, я так вышел из отношений и пошел в другие. Я, короче, встречаюсь с девочкой, у нас почти год. Я хожу на танцы, и какая-то девочка пришла новая на танцы. Я, Кирилл, я, типа, каждый раз на нее смотрю. Я, типа, беру, подхожу к своей девочке, которая у нас уже почти год, говорю, мы расстаемся пока, и сразу же иду добиваться новую, которая мне понравилась, я влюбился. Я с той, которой вот я влюбился, я три года, и это мои самые долгие отношения были. Я прям рассказывал историю. Встретился с девочкой из Дайвинчика и расстался сразу с своей девушкой. Да, это просто на самом деле это неплохо, это нормально, потому что ты не теряешь время ни свое, ни тем более другого человека. Вы когда-нибудь оставались друзьями с бывшими? Да. Никогда, кстати. Всегда стараюсь. Всегда стараюсь. Не сжигать мосты ни с кем, и всегда стараюсь дружить. Я тоже никогда не оставалась с дружиной. Прикиньте, с каждой бывшей, я почти друг. Типа, первая девчонка, это Юля, которая вот как раз-таки пошла с другим, вот это вот все. Каждый раз, если я приеду, типа, я ее увижу, она там, я такой, о, привет, она такая тоже, здорово, Женек, типа, а ты там вот там. Я говорю, да нет, 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 ты чего, все круто, все круто. Вторая, это вообще одноклассница, я с ней каждые пять лет должен видеться на встрече выпускников, типа, тоже с ней прекрасные отношения. Третья, типа, кто, с кем дольше всего. С ней, типа, были натянутые, но лично я сейчас, если как бы, все, мы встретимся за это, все будет ок. Не, я никогда всту, друзья, меня основался. Для меня это, типа, вообще, что-то странное. Не знаю, прям сейчас могу вот свои бывшие написать. О, смотри, ого, приветики, вот. О, все, да, да, ну, все, типа, нормально. Вы когда-нибудь разговаривали сами собой? Чуваки, этот чел просто вот ходит дома и он так делает. Блин! Я реально, я сам собой дома. Знаешь, вот, допустим, я грустный, я такой, и мне особо смешно становится, типа, себя же, типа, я сам себя веселю. Не, я могу, мне иногда смешно материться на зеркало. Я такой, с***. Иногда даже с самим собой разговаривать интереснее, чем с кем-то. Я всегда иду в лес, я пока иду куда-то, я очень часто просто, я именно, знаете как, я перебираю мысль и просто вот так, типа, так, мне завтра надо вот это, вот это. Вы когда-нибудь проверяли телефон девушки? Прямо именно проверяли? Конечно, я такой смотрю, нет ли царапин, то есть тут проверять. Проверять это заходить в телефон, это дай сюда телефон и читай переписку. Не, у меня было, когда девушка у меня попросила, типа, телефон проверить, я такой, а давай я тоже твой проверю. Не, знаешь, как было, типа, вот, допустим, я не проверял, никогда не просил, типа, проверить, но я там прохожу, типа, уведомление пришло, мне просто, типа, интересно, типа, такое, оп, все, посмотрел, ушел, но ничего, типа, не проверять. Что там ты? Блин, я проверял, да, просто зашел, смотрю, потому что у меня есть пароль или что-то такое, не то, что пароль, я знаю, как у него пароль и телефон, вдруг не позвонить, надо с телефона или еще что-то, и я, допустим, зайду-ка куда-нибудь. Ну что, ребята, вы были на канале СТРАЯ УА! Вы уже определитесь? Да, не дайте так-то, определитесь уже, ребята, а вы определитесь тем, чтобы поставить нам лайк, напишите крутой комментарий, подпишитесь на наш канал, с вами была Милан Некрасова, Давид Туров, Аслан Шукаша, Женя Лизыгуб, и... подождите, 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 подождите нарезки смешные, чтобы мы будем лайкать, комментировать, да, 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 снимайте под фары и ждите релиз 16-го числа, 16-го феврорайля, и с вами были кто? СТУЕПОКА! ХАОС! Всем пока! Всем пока!